Пятая беременность оказалась для женщины неудачной печальной новости из Голливуда. У 35-летней супруги знаменитого актера Олека Болдуина случился выкидыш. Это была уже пятая беременность для Дле Хиларии, однако в этот раз, к сожалению, она закончилась потерей ребенка. Об этом женщина сообщила в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram, сопроводив запись трогательной фотографии семьи. Сегодня УЗИ показала, что сердце нашего малыша больше не бьется все кончено к счастью, рядом со мной бьются сердца самых любимых людей. Я окружена невероятной заботой, мне очень повезло. Спасибо за ваше внимание и поддержку, а также за то, что поделились своими личными историями. Вместе мы, сила. Я надеюсь, мы продолжим разговор на эту тему, и будем держаться вместе как в радостных, так и в грустных моментах жизни. Желаю всем вам любви и уважения, написала Хилария Болдуин. Напомним, накануне женщина написала статью о своей беременности для одного из глянцевых журналов. Она сообщила, что, вероятнее всего, у нее произойдет выкидыш, об этом Хиларию заблаговременно предупредили врачи. Супруга Болдуина добавила, что многие женщины предпочитают замалчивать проблему и держать свою боль в секрете, однако она решила рассказать об этом миру. Я не хочу делать вид, что все прекрасно. Мне кажется, очень важно говорить правду. Надеюсь, мой опыт поможет и другим людям. В первом триместре многие женщины пытаются скрывать свою беременность, но для меня это довольно сложно. Меня тошнит, я устала, мое тело меняется. Я больше не хочу притворяться, надеюсь, вы меня поймете. Вот что сейчас происходит, у эмбриона есть сердцебиение, но оно очень слабое, а еще плод медленно развивается, ошарашило признанием Болдуин. Пользователи интернета поддержали женщину. За короткое время ее запись собрала множество комментариев со словами поддержки от людей со всего мира. Напомним, последний раз Хилария Болдуин стала мамой в мае прошлого года, она подарила супругу сына Ромео. Помимо этого, звездная парочка воспитывает пятилетнюю девочку Кармен и еще двух мальчиков, трехлетнего Томаса и двухлетнего Лео.